5 июня 1918 года – скорбный день в истории кубанского казачества. Тогда в станице Чемлыкской без суда и следствия жестоко казнили 913 казаков. Восстание, получившее название Троицкое, имело трагические последствия для всего Лобинского отдела. Казачья кровь пролилась в четырех кубанских станицах. Шесть лет назад казаки Лобинского районного общества установили поклонный крест высотой более 7 метров, недалеко от станицы Чемлыкской. На этом месте теперь ежегодно проходят Троицкие поминовения. У нас здесь проходят Троицкие поминовения. Поминаем тех убейных казаков, которые были расстреляны во время протолбистской гражданской войны. И мы чтим память их, вспоминаем традиции казачества. Этот праздник означает для меня гордость, чтобы не забывать других казаков. Мы приезжаем на этот праздник каждый год. Накануне Троицы сотни казаков и представители общественности, учащиеся казачьих классов и местные жители вновь собрались у креста, чтобы почтить память казаков. О преданности казаков родной земле говорил атаман кубанского казачьего войска, казачий генерал Николай Далуда. Шестой год подряд мы проводим эти поминовения. Собираемся на этом месте, чтобы отдать дань памяти и уважения, низко поклониться казакам, убитым 96 лет тому назад в окрестностях станицы Чамлыкской, упорной и вознесенской. Казаки не просто убитые, а зверски уничтожены, без суда и следствия. Старики и старушки, несовершеннолетние дети, казаки, которые принимали и не принимали участие в Троицком восстании. Их расстреливали, кололи штыками, кинжалами, живыми, израненными закапывали в землю. Разве это не зверство? Разве это не зверство по отношению к тем, кто всю свою жизнь, история об этом помнит, служил своему Отечеству? У поклонного креста священнослужители отслужили молебен в память о казаках, погибших в братоубийственной войне. По существующей традиции, на святом для каждого казака месте у поклонного креста лучшим казакам Лобинского отдела вручили войсковые награды. Заместителю атамана Лобинского казачьего отдела Ясаулу Александру Садчикову присвоен чин войскового старшины. Заместителю атамана Лобинского районного казачьего общества Сотнику Олегу Кухно чин под Ясаула. Атаману Упорнинского хуторского казачьего общества Евгению Пасько чин старшего вахмистра. Начальнику штаба Лобинского городского казачьего общества Николаю Левинскому также присвоен чин старшего вахмистра. Александр Садчиков в своем выступлении вспомнил всех погибших. Сегодня мы поминаем казаков, погибших во время Троицкого восстания и во время карательных мероприятий, которые проводились после подавления восстания. Глубокая горечь от того, что это происходило на нашей земле. И в то же время мы видим, что с каждым годом больше и больше людей приходит сюда, больше и больше людей отдает память тем погибшим и тем далеким временам. Приятно то, что очень много приходит молодых ребят, учащихся казачьих классов. Вспоминается очень многое. И вот посмотрите по настроению людей. Здесь делегации из шести районов Лобинского казачьего отдела. Это уже стало в Лобинске памятью всенародной. Это мероприятие из шести районов. Это мероприятие, которое проходит на очень высоком уровне. Я хотел поблагодарить губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева, Николая Александровича Далуду, атамана Кубанского казачьего войска, за то, что по их инициативе с поддержкой удалось организовать вот такие большие, серьезные мероприятия, посвященные памяти наших предков. И главное, конечно, чтобы никогда не повторилось той страшной гражданской войны. Мир всем нам, да будет с нами. Рядом со взрослыми мужчинами в строю дети, воспитание у которых в духе и традициях казачества в войске отводят главную роль. Трогательная речь юного казака Дмитрия Бербенцева, ученика Вознесенской казачьей школы, об отношении к событиям, произошедших 96 лет назад, когда было совершено преступление, тронула до глубины души присутствующих. Каждый год наша казачья школа участвует в троицких поминовениях у этого поклонного креста. Мы искренне молимся за души убиенных в троицком восстании в июне 1918 года. Особенно остро чувствуется эта боль на сегодняшних поминовениях. Сегодня изюминкой всего нашего праздника стало выступление атамана казачьей республики средней школы номер 28, станицы Вознесенской Бербенцева Дмитрия, который так проникновенно, так здорово обратился ко всем и сказал, господа казаки, принимайте только верное решение. Мы, дети, хотим жить в мире. В завершение официальной части к поклонному кресту под оружейные залпы потянулись колонны казаков, станичников и казачат, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим. Затем епископ Армавирский и Лобинский Игнатий и другие почетные гости посетили храм святого благоверного князя Александра Невского, где был отслужен молебен. Мы сегодня поминали убиенных казаков, которые были замучены после революции. Для нас это очень важное событие. Важно тем, что мы помним те страдания, которые перенес наш народ, и мы должны научить новое будущее поколение молодых людей, чтобы они помнили об этом, чтобы они знали, в чем истина, чтобы они стояли твердо до конца, чтобы они никогда не отступали.